Точка Ньюс Уже который год десептиконы борются с автоботами. Не поняли о чем речь? Это не страшно. Мы все расскажем. Премьера новой части Трансформеров в воскресный день собрала немало звезд. Правда, большинство из них привели дети. Разобраться, кто в этой киноэпопее с кем воюет и почему практически невозможно, но с помощью звезд мы попытались. Не помню. Автоботы. Я очень много смотрела Трансформеров, правда. Септиконы это плохие. А это какие-то боты, автоботы. Это все-таки злые машины, превращающиеся с другой планеты, которые воюют с хорошими машинами и хотят отвоевать нашу планету, собственно говоря. Вот сейчас будем выяснять этот вопрос. Кто кого, где, когда и как. А вообще спасать мир от восстания машин, конечно, нужно в компании красотки. В предыдущих частях Трансформеров главному герою помогали то Меган Фокс, то Рози Хантингтон Уайтли. Что, впрочем, понятно, но не на Трансформеров же ходят смотреть мужчины, в самом деле. Кто вам больше нравится? Меган Фокс, потому что у нее очень красивые глаза. Меган Фокс, конечно, была лучше. Однозначно. Первая была Татьяна Арнгольц, а вторая Ольга Арнгольц. Вот это вот они сейчас здесь на примере мне сказали, что они были. Вот они идеальные, конечно, варианты для... Все остальные так. Ну, отдавать сестер Арнгольц, спасать мир от восстания машин мы не готовы. Вдруг у нас Зил или Лада восстанут, причем против своих же создателей. Не очень хочется расстраивать тех дам, которые от одного лишь взгляда на Данилу Козловского готовы растаять, как мороженое под палящим солнцем. Но, увы, Данила крепко-накрепко привязался к своей длинноногой зазнобе Ольге Зуевой. И поговаривают, дело идет к свадьбе. О том, что между актером и моделью что-то есть уже два года, известно всем. Но ни Данила, ни Ольга доселе никак не комментировали свои отношения. Но на днях молодые все-таки поделились подробностями своих сердечных тайн. Рассказали, что давно уже живут вместе и готовят друг другу классные завтраки. А родные Дани настолько тепло приняли его подружку, что уже готовы кричать «Горько». Ох, представляем, как горько ныне фанатам Козловского такого мужчину потеряли. Ну или скоро потеряют. Ведь, как говорят, обручальное кольцо на пальце Ольги уже есть, а значит дело за малым. Точка. Ньюс. Памела Андерсон хоть давно и выросла, но в сказке, похоже, верить все равно продолжает. А точнее в «Принцев». На днях звезда оказалась в очень неловкой ситуации. Так и хочется добавить, да мечтал. 57-летний итальянец Стефан Чернетич, который долгое время называл себя «князем Черногории», обманул не одну женщину. Ну ладно бы какие-нибудь простушки попались. Но то, что в числе наивных дам оказалась актриса Памела Андерсон, нас немного удивило. Некоторое время назад Андерсон получила от лжепринца титул итальянской графини за ее деятельность по спасению экологии. А на днях выяснилось, что никакой он не принц, а обычный итальянец с большой любовью к красивой жизни. До того, как мошенник попался, он жил действительно по-королевски. Приемы, лучший отдых, личный мерседес и все это абсолютно бесплатно. А попался итальянец очень глупо. Попросил отправить счет за свой отдых в посольство Македонии. И оттуда пришел ответ, что такого принца у них нет. Как, в принципе, и в Черногории. Сейчас он арестован и, скорее всего, у него будет очень много времени подумать, кем ему быть, когда окажется на свободе. Про океанариум в Крокус-Сити знают уже все любители подводных глубин. И он не перестает удивлять. Вчера состоялось торжественное открытие нового дайв-центра. Теперь погрузиться на глубину 5 метров и ощутить всю красоту подводного мира можно будет, не выезжая из Москвы. Одним из первых в день мероприятия погружение совершил известный телеведущий и по совместительству дайв-мастер Валдис Пельш, который признался, что занимается дайвингом уже около 20 лет. Это видно, прихватив ласты и маску и умело накинув на себя баллон с воздухом, Валди с инструктором погрузились в бассейн океанариума. Проведя под водой около получаса, телеведущий поделился эмоциями и дал некоторые советы начинающим дайверам. Берегите рыбу, потому что человек, впервые попавший в подводный мир, он от ощущения, от тех эмоций, которые его переполняют, он начинает забывать о том, что вокруг братья наши плавучие и меньшие. И с ними надо поаккуратнее. Взмах неосторожной руки или ласты может просто нанести им ущерб. Кстати, совершать погружение можно и всей семьей, а после этого просто прогуляться по экспозициям океанариума. Напомню, что там представлены не только подводные обитатели, но и экзотические растения, птицы и млекопитающие. А недавно на свет появился маленький олененок, родители которого с открытия живут там, как дома. Пока ровесницы этой звездной девчонки осваивают фитнес для бабушек, а она в свои 58 сбегает в Португалию к молодому любовнику. И, кажется, о романе этой парочки мы вспомним еще не один раз. Ведь там говорят все очень серьезно. Понятие возраста точно не про Мадонну. Эта барышня всегда отставала от своих зрелых ровесниц. Сначала любовь закрутила с 31-летним манекенщиком, а теперь и вовсе готова покинуть Америку ради молоденького любовника. Ходят слухи, что поп-дива уже даже купила роскошный особняк в Лиссабоне за 6 миллионов евро, чтобы быть ближе к бойфренду. Новый особняк Мадонна собирается сделать своим основным домом, а в Америку приезжать лишь по очень срочным делам. А чтобы зрелые подружки не очень сильно завидовали, Мадонна придумала еще один повод для переезда. Якобы сын певицы желает играть в футбол за местную юношескую команду. А мы ведь помним, что желание ребенка – закон, что применимо и к сыну, и к бойфренду Мадонны. ТОЧКА НЬЮС Ну вот и все. Вы узнали все самые интересные новости из мира шоу-бизнеса. Хотите добавки? Тогда смотрите Жару каждый день. Заходите в социальные сети. Внизу экрана видите наши аккаунты. И последнее. Помните, что с вами был я, Слава Никитин и ТОЧКА НЬЮС. ТОЧКА НЬЮС ТОЧКА НЬЮС ТОЧКА НЬЮС